Всем привет! В общем, наступило время зимних холодов. В Москве уже совсем стало зябко. Я вот подумываю о том, не прикупит ли мне какой-то зимней одежды. Но я не об этом, это же гастрономический канал. Я вот о чем. Я сегодня, знаете, вот подумал, что было бы прикольно приготовить плов, но не стандартный плов, как это делает, например, там Сталик Анкишиев, хотя у него масса там всяких пловов. Я вот в последнее время очень сильно подсел на крупу булгур и активно использую ее там у себя в ужинах различных и делаю меню в ресторанах. Так вот, плов из булгура вообще самое что ни на есть прикольная тема. Он очень вкусный, по текстуре очень забавный, ну и когда-нибудь разнообразие это нужно делать. Значит, он будет у меня не с бараниной, будет с индейкой. Значит, здесь голень индейки. Все, что про индейку нужно знать, в описании будет ссылочка на сайт и инстаграм. Подписывайтесь. Ребята поставляют, как бы мои друзья, они поставляют индейку от Новосибирска, там почти что до Дальнего Востока. Особенно для вас, сибиряки, если не знаете, где купить нормальную индейку вкусную, по ссылочке заходите, смотрите. Там все-все рассказано, показано о ее диетических свойствах и так далее. Но суть в том, что голени индейки очень редко кто использует. У меня на канале был ролик, где я запекал ее целиком. А если взять филе голени, грудка, конечно, она такая, немножко пасноватая. А вот голень имеет более яркий вкус. Хотя вообще сама по себе индейка такая, очень нейтральная. Но в этом во всем я вам как раз и расскажу, как сделать ее более вкусной. В начале надо разогреть масло. Значит, можно использовать хлопковое масло. Можно использовать, я использую растительное масло, подсолнечное. Но так как у меня его очень-очень мало, поэтому я нашел, порылся у себя, нашел масло оливковое для жарки. Оно такое без запаха, без аромата. Я буду разбавлять оливковым маслом растительное. Значит, учтите, что масло нельзя жалеть, потому что булгур такая, в отличие от риса, более сухая крупа. Поэтому нужно, чтобы это все наварилось, и ни в коем случае он не остался вдруг суховатый. Поэтому масло как раз и нам будет создавать, так сказать, пленку, которая не дает испарению влаги. Значит, масло раскаляем до нужной консистенции, желательно посильнее. Можно комбинировать жиры, знаете, можно добавить туда немножко бараньего курдюка. Можно добавить туда, например, кожи индюшачьей, если у вас она чаще всего без кожи, индейка бывает. Но если кожа есть, куски кожи прям туда, в ней жир содержится, можно подтопить, дать дополнительный вкус. Значит, лука у меня здесь 200 граммов. Я не рассказал про пропорции. Вот смотрите, у меня индейки, голени 600 граммов, 200 моркови, 200 лука. Итого получается килограмм. На килограмм вот этой всей байды я беру полкило сухого булгура, который потом превратится тоже в килограмм. В итоге, как бы, несмотря на то, что здесь у жаркого варка произойдет, значит, килограмм на килограмм у меня получается, значит, овощей с мясом и крупы. Вы можете варить, там есть классическая схема, там по единице каждого должно быть, кто-то говорит меньше, кто-то больше. Суть не в этом. Суть в том, что я считаю, что лука и моркови должно быть достаточное количество, но меньше, чем мясо. Мясо должно отдать вкус. Если будет много лука и моркови, тогда у нас будет вкус более овощной, а не мясной. А я хочу все-таки, чтобы мясо индейки, которое имеет не такой яркий аромат, как баран, чтобы нежный вкус индейки, он объединился со всем остальным. И чтобы морковь и лук только подчеркнули его, а не убили. Лук был нарезан полукольцами, вы видите, да, довольно такими я не стеснялся, сильно тонко не резал, прям плотными такими мощными кольцами. И он сейчас кипит в масле. Выжаривается из него, выходит лишняя влага. Как лук немного обжарился, отправляем туда мясо. Смотрите, мясо нужно, значит, погружать с краю, для того, чтобы лук уходил в середину. Но учтите, что индейка такое мясо, которое очень долго тушить или жарить нельзя. Значит, как только у нас индейка попала в импровизированный казан. Конечно, это не казан, но я надеюсь, что эта кастрюлька у нас не убьет хотя бы, да, наш плов. А в финале, в идеале, она должна помочь плову стать настоящим. Смотрите, первое время мешать мясо нельзя, пусть оно нагревается с одной стороны, обжаривается. Потому что начнешь мешать, сразу температура падает, и у нас не жарко происходит, а тушение. Что сейчас происходит в кастрюльке? Смотрите, весь лук вышел к центру, да, и он вот не горит, он тушится в масле. Видите, его сколько было? Все дно в самом начале, а теперь его осталось немного. Мясо я пока не трогаю, оно у нас жарится вот в жиру. Оно должно, знаете, появиться карамельная корочка, то есть у мяса должно стать... Ну вот, я вот один кусочек достану, смотрите. Видите, карамельная корочка появляется, вот она должна быть сильнее. Тогда мы сможем отдать вкус мяса крупе. Вот нужно дать ему возможность подкарамелизоваться хорошенечко снизу. Реакция майяра должна произойти. Оставляем на какое-то время, не мешаем быть волшебству. Морковку я нарезаю всегда такими брусочками, ну, в общем, там, наверное, кто-то покрупнее, кто-то помельче, но тут, знаете, дело опыта такого. И меня кто учил, значит, и у кого я смотрел, и узбеков, как они готовят, да, и у таджиков, и, в общем, у разных национальностей. Все готовят, ну, плюс-минус одинаково, ну, немножко есть расхождение. Значит, как только у нас... Да... Ммм... Аромат отличный. Так, что происходит дальше? Значит, теперь можно мясо уже перемешать с луком. Нифига, тут карамельная корочка, конечно, не появилась. Это как раз рецепт о том, как диетическое мясо с большим количеством масла сделать не диетическим. Кстати, Наруто, вы меня уже показывали в программе поединок со вкусом. В жюри сижу. Что происходит с луком? Вот смотрите, это та стадия, когда я в итоге не дал луку сгореть, да, но его все меньше и меньше остается в кастрюле, он исчезает. Потом его не будет вообще. Теперь пора морковочке отправляться к индейке. Морковочка сюда. Значит, есть ряд вариантов. Кто-то обжаривает морковку вместе с мясом, кто-то ее не обжаривает, кто-то тушит мясо с луком, морковку выкладывает, накрывает ее там рисом или крупой, потом заливает либо водой, либо, если воды достаточно, водой не заливает. В общем, тут на вкус и цвет. Я ее слегка припускаю, потому что там уже в масле вкус лука и вкус мяса. Давайте дадим ему вкус морковочки. Все вместе это превратится в волшебное блюдо. Долго не надо жарить. Теперь самый важный элемент в плове. Важнее не бывает. Плов становится пловом, когда мы туда сыпем зиру. Зира у меня мелкая, узбекская, черная ее еще называют. На рынках везде продают. Спрашивайте главное о ней. Скажите нам мелкая. Вот эта крупная иранская, она не такая вкусная. Она потом набухает. Вы как будто яблоки едите. Пальцами нужно размять зиру. Посыпать. Сколько здесь у меня? Пол чайной ложки. Вот смотрите. Видите? Не надо засыпать таким сплошным слоем, как некоторые делают. Зира нужна для того, чтобы дать аромат этому блюду. Но ни в коем случае не сделать его пловом из зиры. Так, вот здесь вот у меня еще есть так называемый эмеретинский шафран. У нас продают под видом шафрана вот эти вот листочки бархатцев. Бархатцы, да, можете посмотреть. Это никакой не шафран. Я вообще каждый раз говорю, что это никакой-то не шафран. Шафран это крокус. А вот эта вот ерунда, которая называет шафраном на рынках, это бархатцы. Их листочки, видите, засушенные. Но его еще называют эмеретинским шафраном. Не знаю, почему. Но, в общем, когда дорого иметь обычный, берут вот этот вот дешман и туда его. Он особо не дает никакого аромата. Ну так, чуть-чуть подкрасить цвет. Теперь соль обязательно. Теперь черный перец обязательно. Теперь черный перец, там 3-4 щепотки прям таких. Мощных. Нужно нюхать, чтобы понять. Мне, например, недостаточно зиры. В общем, я добавляю еще немножко зиры, потому что мне кажется, что мне ее здесь не хватает. Ориентируйтесь по вкусу. Так, теперь немного воды. Вот смотрите. Воды наливаем столько, чтобы вода покрывала мясо. Это мы делаем в зирвак, то есть тушим. В случае с индейкой или с какой-либо другой птицей, не увлекайтесь этим делом. Как только закипит, будем сыпать крупу. Потому что индейка, мясо довольно мягкое по своей плотности. Я имею в виду, оно мягче, чем говядина, мягче, чем баранина. Поэтому тушить долго зирвак нет никакого смысла. Нам важно понять, сколько соли. А соли здесь недостаточно. Учитывая, что еще будет целый килограмм крупы у нас тут. Ну, вернее, сухой его полукилограмма, а впитает воду, будет килограмм. Значит, дальше. Что происходит? Мы посолили зирвак, все, морковочка мягкая становится, почему используют желтую морковь. Я, например, ее сегодня не нашел на рынке. Да, и, честно признаться, не искал. Все-таки это такой редкий продукт, а красная морковь, она везде, в общем, есть. Желтая более сухая, и она держит свою форму. Это очень часто потом там в кашу начинает превращаться, после того, как хорошенечко выварился зирвак и приготовился рис или булгур, или кто-то делает еще плов из перловки, кто-то делает плов из гречки. Ну, тут, в общем, масса вариантов. Вот смотрите, рассчитывайте примерно таким образом. Булгур увеличивается в два раза. Соответственно, на полкилограмма булгура мне нужно пол-литра воды, как минимум. Учитывая соки, учитывая объем какой-то определенный, и я хочу, чтобы все-таки у меня булгур остался такой, знаете, не плотный, суховатый, а все-таки, чтобы он разошелся. Поэтому мне нужно, чтобы здесь воды было примерно где-то, ну, 750, даже 800 миллилитров. Соответственно, я булгур промыл. Остатки воды, которые там были, они впитались уже, видите, булгур быстренько впитывает всю воду. Поэтому я засыпаю булгур на индейку. Так, подожди-ка, подожди-ка. Я еще хотел сюда острый перчик засунуть. Специи, как вы поняли, я особо не добавляю. Вот этот вариант плова классический, только с зирой, мне нравится больше всего. Вижу, что водички мне тут маловато. Вижу, что водички маловато. Знаете, как нужно ориентироваться при варке булгура? Воды должно быть так, чтобы она не покрывала булгур, а вот только-только, как бы выходила наверх немножко. Вот при вот тех объемах, которые я вам рассказал в самом начале, килограмм овощей и мяса получается у нас, 400 овощей и 600 мяса, 500 сухого булгура, вот тогда мы имеем возможность получить какой-то результат, который нам даст, который нам потом даст возможность это все ощутить. Это как булгур быстро впитывает воду. Давайте вот так. Оп, все. Да, и когда уже у нас процесс закипания произошел, все, чесночок, у меня вот здесь двух зубчиков не хватает, но, в принципе, тут какая разница. Все это внутрь туда, оп, засунем. Ммм, вкуснятина. И можно, конечно, где-нибудь разыскать крышку от этой кастрюли, но это, знаете, больше займет времени. Я привык все. Раз фольгой. И засекаем сколько? Да, 10 минут. 10 минут булгур варится, и потом еще 15 минут, что делает? Правильно. Доходит. Забирает остатки влаги, выравнивается вкус и так далее. То есть, 10 минут варим, и 15 минут отдыхаем уже без огня. Ммм, тюммм. Да? Да. Так, ну что, пора нам доставать булгур. Давайте вот так сделаем. Булгур отдохнул, поднабрался всего там вкусного. Ни одна капля воды у нас не исчезла. Так как у нас получается, что плов нестандартный, я имею в виду, не с рисом. Не с рисом. Да, звучит как грубо. Я всегда в такие вещи предлагаю добавить немножко сливочного масла. Оп. Такой небольшой кусочек всегда сделает плов более вкусным. Значит, перчик на украшение. Обязательно... Ой, горячий какой! Чесночок тоже. Да, аромат пошел снизу. Чеснока, лука, зиры. Так, смотрите, что получается у нас. Нужно все тщательно перемешать, для того, чтобы все вкусы у нас объединились. Кусочки пшеницы, которые были сверху, они чуть плотнее, чем те, которые были ближе к воде. Они больше напитались, да? Ничего страшного в этом нету. Булгур никогда не будет сырой, если вы сделаете все, как я вам говорю. Посмотрите, он довольно-таки влажный. Здесь не нужно бояться влаги, как в рисе. Рис чуть больше влаги, что превращается в рисовую кашу. Рис расквашивается. А с булгуром тут немножко наоборот. Булгур довольно плотная крупа, но по органолептике вкусная. Поэтому вам никогда не будет казаться, что он разварился. Чтобы разварить булгур, надо прям постараться. Он всегда будет рассыпчатый. Смотрите, видите, все рассыпчатое. Аромат зиры есть, аромат чеснока есть, аромат мяса есть. Конечно, так сразу не поймешь, какой. Не баранина, потому что. Но при всем остальном, я вот прям перемешиваю и вижу, что лука, ну, здесь найти очень сложно. Все-таки лук почти весь разошелся. Видел я пару тут колечек лука. Ладно. Плоху деревянную такую, нашу русскую, из кедра. И потом, когда у вас плов остынет, ну, например, там, да, вы весь не съели, и вы хотите его оставить на завтра, прячьте его в холодильник. Но на завтра, когда надумаете есть, обязательно добавьте туда куриного бульона, бульона от индейки, говяжьего бульона, любого. Ну, главное, не воды. Для того, чтобы он опять распарился и стал нежным. То есть, мне кажется, что если вдруг вы никогда не готовили, вернее, бывает, вот у кого-то не получается плов с первого раза рассыпчатый. Ну, по каким-то причинам. Опыта мало там, нет, нет вот этого ощущения, типа, как он, вот как он должен быть. Из булгура 100% у вас будет рассыпчатый плов, не сомневайтесь. Так, кусочки мяса обязательно вот сюда вот выкладываем. Ого! Красота какая! Так, обязательно сюда нужно, значит, чили перчик. Вот сюда вот обязательно нужно чесночину. И вы знаете, я его даже не буду ничем посыпать, потому что это нереально вкусно, ароматно. А знаете, что бы я к нему еще подал? Я бы сделал отчик-чичук, только не из красных томатов, а вот есть, продаются на рынках зеленые уже, соленые томаты. Также их тоненько нарезаете, лучок, зеленый базилик, острый перец и вперед будет очень вкусно. Так, я эту идиллию нарушать не буду, я прямо из кастрюли буду пробовать. Так, перфекто, как говорят итальянцы. И все вместе это превращается в такой, знаете, настоящий плов. С первого раза даже не определить, что это булгур. Кажется, как будто рис. Делается очень просто, из подручных ингредиентов, ничего лишнего. Теперь вы знаете, как сделать вкусный плов у вас дома. До новых встреч, делайте перепосты, ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям о существовании такого чудесного канала. Но сам себя не похвалишь. Кто еще похвалит? Хотя, я знаю, что вы всегда в комментариях пишите много похвалы. Огромное вам спасибо. Я жду ваших комментариев, с удовольствием буду на них отвечать. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok